Если мы разберемся, вот процесс обменов. Я про процесс обмена знаю не понаслышке, потому что меня тоже регулярно сотрудники СБУ хотели сбагрить на обмен с учетом фабрикации дела. И вот через 3-4 месяца, вот каждые 3-4 месяца приходил прокурор, либо передавал приветы через адвокатов или через сотрудников СБУ, которые приходили в СИЗО и говорили, ну что, ты же понимаешь, что ты не выйдешь на свободу, поэтому давай едь на обмен. И так далее. С учетом того, что получается, меня по статье терроризм судить пытались, и получается, что сотрудников Беркут взяли и сдали на обмен. Некоторых. В чем смысл? Ведь можно было им просто изменить меру пресечения, там на домашний арест или ночной домашний арест, и спокойно себе рассматривать до конца дела. Я опять же так же понимаю, что если они были в списке на обмен, то потенциально судьи, ну в теории, конечно, они не могли априори освободить этих людей на какую-то другую меру пресечения, потому что они якобы в списке обмена. И это получается уже, мы уже понимаем, что вот эти 5-6 лет судьи, они были ангажированы. То есть они как бы нарушили, что ли, вот все, что можно было нарушить, судье в мантии, который выполняет правосудие. И мы понимаем, что тогда, получается, за счетом того, что они были в списках обмена, их специально, я так понимаю, по какой-то причине меняли, а сейчас это сделали. Вот в чем смысл? Чтобы сказать о том, что это все организовал Путин на Майдане? Ну, как-то так получается? Тут, скажем, начну сначала. Действительно, мы, как сторона защиты и мои подзащитные, официальную информацию об обмене их, о том, что они попали в список обмена, мы эту информацию получили фактически перед самым рассмотрением, ну в момент даже, можно сказать, рассмотрения нашего, нашей апелляционной жалобы в апелляционном суде, об изменении меры пресечения. Когда мы это узнали? Мы узнали, когда сотрудники Генеральной прокуратуры в суд подали постановление Рябошапки Генерального прокурора об изменении группы прокуроров в связи с тем, что наши подзащитные попали в список обмена. Потом, мы все видели публично, это детально освещало средствам массовой информации, что наши подзащитные и здания СИЗО, и здания Киевского апелляционного суда фактически покидали это здание под принуждением, под контролем государства. То есть, попросту говоря, под конвоем. Поэтому... То есть, ОБСЕ не фиксировало добровольное согласие? Абсолютно точно. То есть, их фактически... Просто, в моем случае, вот, ОБСЕ нужно было зафиксировать мое добровольное согласие. И именно это стало причиной, почему меня с мешком на голове не вывезли. Но в данном случае, что касается моих подзащитных, еще раз говорю, что в день рассмотрения апелляционной жалобы мы только узнали, увидели официальные документы о том, что они подпадают под обмен. Потом, в последующем, после того, когда была изменена мера пресечения, их фактически под принуждением, они были сопровождены на пункт разграничения. Для чего я это говорю? Я это говорю о том, что по большому-то счету, если бы этот обмен не произошел, именно сотрудникам Уберку, то, на моем убеждении, в принципе, обмен мог бы сорваться. Поэтому я к чему это веду? К тому, что ребят особо никто и не спрашивал. Их воли на этот счет. Это первое. Второе. Тот, отвечая на ваш вопрос, что для чего это делалось, почему суды ранее не меняли меру пресечения. Но в нашей ситуации Святошинский суд двоим сотрудниками милиции поменял меру пресечения. Два человека находились под домашним арестом. Но для нас была непонятна ситуация. И, естественно, мы это обжаловали. Почему остальные находятся под стражей, учитывая то, что они уже фактически 12 лет, как мы уже говорили, отбыли наказание. А учитывая то, что мы на сегодняшний день исследовали абсолютно все материалы и доказательства стороны обвинения. И практически завершили изучение материалов стороны защиты. Учитывая то, что мы находимся, по сути, в процессе на финишной прямой, у суда было все возможности освободить всех из под стражей. И я уверен бы, что при таком раскладе, при такой ситуации, мы бы продолжили в спокойном режиме слушать дело. Но имеем то, что имеем. Наших, моих подзащитных внесли в списки. Ну и фактически произошло... Так и получается. Интересная ситуация. Но ведь для половины граждан Украины, если не больше половины, то сотрудники Беркута – это герои, которые пострадали от власти Порошенко. Их, к сожалению, продолжили уже при Зеленском. И вот такой обмен ставит Украину в совсем невыгодное положение, когда фактически людей, которые никак не причастны к неподконтрольным территориям, фактически взяли и туда отдали. К большому сожалению, много... Это вообще как? К большому сожалению, да. Получается, что часть населения Украины теперь понимает, что представители неподконтрольных территорий тогда имеют больше справедливости, чем наши украинские суды? Дело в том, что много действий предыдущей власти, сегодняшней власти очень тяжело оценить с точки зрения здравого смысла, логики и закона. Поэтому их очень тяжело комментировать. Но является одним единственным фактом, вот тот, который неоспоримый, что если бы власть поставила себе за задачу получить ответы на вопрос, что произошло на Майдане, то она должна была поступить... Два выхода было. Первое. Либо судить всех. И активистов, и сотрудников милиции, и устанавливать, кто за что отвечает. Либо освобождать всех от ответственности. Так, как это было сделано, допустим, активистам в феврале 2014 года. И только в таких условиях, на мой взгляд, мы бы могли получить консенсус, примирение какое-то в социальном, в обществе. Вот то, о чем вы говорите. Добавил субтитры Алексею Дубровскому.